Это действительно хорошая новость, что мы завтра улетаем, потому что если бы мы еще поработали недельку, то я, наверное, сошел с ума потихоньку. Собрать хороших игроков, каждая играет в своих клубах, как звезда, каждая со своим характером, и работать очень и очень сложно. Намного было проще работать квалификацией, потому что времени на подготовку было меньше, и оно все проходило скоротечно, и не было никаких таких треней, ни разумений. Сейчас все намного сложнее, потому что времени было на подготовку чуть больше. Не могу сказать, что его стало достаточно на подготовку, потому что ряд игроков приехал только 22 числа мая, и не совсем нам было достаточно времени именно по тактике подготовиться. Но едем мы на финальную часть в хорошем настроении, едем с хорошими ожиданиями. Мы набрали достаточно неплохие кондиции. Турнир в Греции это показал, и последний раз с командой Греции показало то, что в нашей команде есть характер, и есть безусловное желание выигрывать. И это меня обнадеживает на то, что мы можем достаточно успешно выступить на Евробаскете. Знаете, что был отказался один игрок центровая, которая должна была усилить нас. Но если взять, в целом посмотреть, например, стартовую пятерку, антропометрические данные, то я думаю, что средний рост у нас будет, наверное, выше, чем у любой другой команды, поскольку селекция таким образом создана, что у нас первые номера достаточно мощные и высокие, вторые номера достаточно мощные и высокие. И понятно, что третий, четвертый и пятый – это все люди, которые могут играть свободно со сменами. И так мы пытались играть на всех этих турнирах, и не могу сказать, что мы это делали небезуспешно. Со сборной Франции Франция сделала 21 подбор против нас, Черногория 29 потерь, извините. 21 Франция потери, 29 Черногория потерь сделали. То есть каждая команда, которая против нас играла, делала очень большое количество потерь. Есть иллюзия, что идет смена, и первый номер принимает пятого, но попробуй туда дать хорошую, корректную передачу, когда есть еще страховка с дальней стороны. Так вот, когда мы играем с желанием, и когда мы играем с заполучением и со страховкой, у нас все получается. Вопрос, как нам это сохранить на все игры чемпионата Европы, на 100%, чтобы все выкладывались и играли так, как они должны играть, и так, как они эпизодически играют. Если они смогут выдержать в таком темпе и играть с желанием из-за получения, потому что защита – это 99% желания игрока защищаться. Если нет желания, все остальное не имеет смысла. Только желание дает результат. Вот когда желание будет, и мы его сохраним, значит будет хороший результат. У нас есть преимущество в скорости, безусловно. Я не знаю, кто может Алину остановить где-нибудь там на площадке, не имею понятия о таком защитнике. У нас наши четвертые номера, назовем их так, они достаточно быстрые, достаточно техничные и способны обыграть с периметра любого центрового противоположной команды. Любой команды способны обыграть. То есть с хорошим трехочковым броском. У нас есть свои козыри, которые мы попытаемся использовать. Мы не строим игру, допустим, как сборная России, имея 5 центровых, выше 193 см, они давят из-под кольца, мы используем что-то другое, мы имеем атаку с периметра. К сожалению, на турнирах не такой был хороший процент, но не всегда будет так плохо, что мы не забиваем. У нас бывают проценты получше, и когда процент станет лучше, и результат будет другой. Но они, во-первых, они изначально были здесь на сборах, они пропустили буквально только 4 дня, которые мы были во Франции, они не пропустили что-то глобальное. То, что касается Ульевской, она со мной работала в «Авангарде» и многое по тактике, я опробировал в клубном баскетболе, и здесь она это все знает, и комбинации, и зоны прессинга, и зоны, все это ей известно. Арина Белоцерковская, безусловно, очень опытный игрок, и она со светлой головой, она хорошо читает баскетбол, хорошо его понимает, и ей не составляет труда запомнить те взаимодействия, которые мы играем. Она очень хорошо себе зарекомендовала и в Латвии, и зарекомендовала и в Греции. Выходя на замену, не было ни провалов, она нормально организовывала игру. Да, есть проблема, что антропометрия другая, и мы вынуждены менять форму защиты с ее появлением на площадке. Это и есть проблема. Здесь игроки должны уметь переключиться с одной формы защиты, где мы играем со сменой, на другую форму защиты, где нужно играть чуть по-другому. Если там какие-то нюансы с бампами или флетом защищаться на пикингролах, то есть другая форма защиты. И если игроки будут держать концентрацию и не проваливаться вот в этих эпизодах, то и Арина будет играть достаточно много времени. Они не замученные, не замордованные, я думаю, что они достаточно свежие. Но почему замученные? Потому что сезон был длинный у них, каждый в своем плыве был сезон длинный, и усталость накапливается, хочешь или не хочешь. Мы не работали ни на стадионе, ни бегали с гантелями, ни со штангами, ни приседали. Мы больше занимались баскетболом, тактикой и больше играли то, что любой игрок любит. Любой игрок любит больше играть, чем тренироваться. И за счет игр мы вошли в кондиции за счет игр. И думаю, что практически все в достаточно хороших кондициях. А то, что касается Леси Малышенко, у нее еще сохранился голод к баскетболу. Она два месяца не тренировалась, ей хочется играть в баскетбол. И даже если будут кондиции чуть какие-то менее физические, но за счет желания, оно все компенсирует. Оно все компенсирует. И команда наша выглядела в Греции по-другому с ее присутствием. Когда игры ничего не дают, товарищеский турнир, все набирают весты, все такие хорошие, красивые и все. Сейчас получилось наоборот, нам немножко дали по шапке. Немножко все посмотрели реально на те силы, что каждая из себя представляет. Мы что-то подкорректировали. Надеюсь, что игроки сами для себя вынесли какие-то уроки. Потому что очень важно, чтобы игрок был профессионалом и осознавал, что не может себе позволить ни секунды расслабленности ни в одной из игре, ни в одном игровом эпизоде, ни в одном игровом моменте. Хочешь быть чемпионом, должен стелиться по паркету. Должен бежать, прыгать на голову, локтями, как мы играли сейчас в Греции, против сборной Греции. Все получили кому-то палец, выбили кому-то губу, разбили кому-то нос. И я был самый счастливый человек, потому что наши игроки все на себе это прочувствовали. И теперь, я надеюсь, они осознают, для того, чтобы туда попасть наверх, нужно играть вот так зло, не жалея никого, потому что их никто никогда не пожалеет. Мы на самом деле туда карабкаемся, вы не понимаете, мы зубами выгрызаем и карабкаемся туда, на вершину. Мы где-то вот тут, внизу, не там. Я вам скажу честно, что я не ставлю глобальных задач никогда перед игроками. Ставится конкретная задача на конкретную игру. Так вот, наша задача выиграть одну единственную игру, каждую игру, которая у нас будет. Вот когда мы выиграем каждую игру, тогда мы посмотрим, какой будет результат. Оппозиционное нападение – самая глобальная проблема по причине того, что, к сожалению, мы не можем освоить пока материал фактический. Не можем выучить комбинации, как это не смешно звучит. Но это правда. Если кто-то сейчас будет смотреть наш скаутинг или попытается нарезать, он не сможет этого сделать. Я говорю правду вам. Это нереально сделать. Мы сыграли за шесть игр комбинации, там, не знаю, две-три комбинации, сыграли до конца три раза. Если кто-то это увидит, значит, он счастливче. Потому что я это увидел, потому что я знаю, какие мы комбинации должны играть. И это реальная проблема. Но у нас еще есть немножко времени. Мы чуть упростим где-то что-то, может быть, будем больше играть со сборной Чехии. Потому что это первая игра и самая важная, безусловно, для нас игра. Нам необходима там победа, кровь из носа. То есть там вариантов других нет. Нам нужно только выигрывать. И все силы будут направлены на то, чтобы те тактические взаимодействия, которые лучше игроки воспринимают и которые лучше запомнят, вот мы их будем чаще играть и больше использовать. И дальше постараемся набирать по ходу турнира, набирать все остальное. Понимаете, нам нужна, для того, чтобы функционировала наша защита, агрессивная со сменой, нам нужна соответствующая антропиметрия игроков. МОЗ нужна как первый номер. Мы со второго по пятый номер и так играли со сменой, мы не имели никогда никаких проблем. То, что касается Дубровина, она никак не влияла на эту ситуацию абсолютно. То, что касается Арины, я уже говорил, что будет другая форма защиты. МОЗ нужна как первый номер и именно для того, чтобы мы могли агрессивно играть. Агрессивно за получение между мячом и игроком, не давая возможности сопернику комбинации даже раскрыть. Если ты, мы комбинации, вы понимаете, что когда делаешь скаутинг, ты знаешь комбинации соперника наперед и понимаешь, куда она будет бежать. И проще всего, они бегают, а ты стоишь на месте и только говоришь смена, смена, смена. Пока вот из тактики этой коммуникации нам не хватает, к сожалению. Один игрок говорит смена, второй смена, третий замолчал и нам забили два очка. А эта сыгранность, это тоже какое-то время необходимо на это. Ну, странно, но другие игроки, а Алина, если дает, допустим, 6-7 передач, вам это не странно, например? Вот она дает в каждой игре 6-7 передач. Ну, то есть, ну, кто-то же должен, у кого-то мяч в это время есть. Ну, МОЗ, может быть, как-то играла, не знаю, вот более Алина стягивала, созидала, раздавала. У нее это лучше получалось. Искусственно загонять МОЗ, нет, нет, подожди, не атакуй. Вот сейчас нужно пас отдать туда, мы так не будем делать. Как, может быть, ее стоить как шутер больше в пользу, а не как бы, например? Возможно, но есть тогда нюансы по защите, к которой мы вернемся. Я буду опять рассказывать о том, что мы играем за получение, со сменами и тому подобное. То есть, тут смысл в том, что она нам нужна в надежности, чтобы вывести мяч, отдать передачу Алине. Алина порешает вопросы, отдаст 6 результативных передач и забьет 30 очков. И все остальное мы за ней почистим и подберем. Это шутка. 30 – это мало. Приехала буквально совсем недавно Киа Вон. Центровая, высокая, мощная, фактурная. Не могу сказать, что занимает половину трехсекундной зоны, но где-то около этого. Очень такая фактурная девочка. Эльхотова, нападающая. Там реально очень хорошая команда. 6-7 человек из УСК Прага, которые играют в Евролиге. Все игроки очень высокого уровня, и это точно не проходная команда, которую можно на одной ноге обыграть. Игра будет очень серьезная, но мы ничем им не уступаем. Ничем не уступаем. Игроки мотивированы, игроки хотят выигрывать. И главное, что у них появилось в глазах, они хотят побеждать. Серьезно говорю, они хотят побеждать. Они просто не хотят поехать там нагулять аппетит, что-то покушать за шведским столом. Они хотят выиграть. И для меня это самое главное, что у них есть желание выигрывать. Не просто участвовать в соревнованиях, выигрывать.